По крайней мере, были такие слухи, что Слава Дацик растренированный, в очень плохой форме, и будто бы у него будут проблемы в этом бою. Действительно что-то из этого правда? Не, ну как, я после танка, как бы, отдыхал две недели, мне любимый еще дала волю, я две недели покушал, набрал, как бы, вес. Вот, ну и сейчас я уже не 118, 120, а 130, вот, как бы, набрал вес, потом походил еще, ну, пока не было спарринг-партнеров, Дамил уехал, отбился вначале на Россию, потом уехал там в Турцию отдыхать, ну, спарринговаться не с кем было, я там две недели в качалку походил, ну, как бы, набрал банки, а, как бы, дыхание, скорость упала, мышцы, как бы, забил, ну, вот, две недели в Нижнем Новгороде с Дамилом перед боем раскидывал, как бы, руки, ну, чтобы скорость появилась, ну, и восстанавливал дыхалку. Как бы, мы, как бы, там, всякие упражнения на резине делали с Мишей, там, по парку, по Щелковскому хутору гуляли, бегали, каждый день, там, по три, по шесть километров. Третья, сейчас ты сказал, что тебя на этот бой настраивали так максимально серьезно, что как будто бы ты вышел таким злым. Вышел ли ты злым на этот бой? Да они же колебули меня, терпили, терпили. Этот, блин, в Англии всех нокаутировал, это не пропусти, это не пропусти, на колган не принимай, не надо удары ловить на колган, чтобы ломать руки, моя любимая тема, он там супер нокаутер, блин. Короче, сидели, шугали, шугали меня, заколебали уже, короче. А по итогу? А по итогу у него кулачки из мякиша сделаны, только у нас-то мякиш, и там можно сделать такие четкие, убить можно. А это такой мягенький. Английский мякиш. Владимир Хрюнов мне сказал, что вы с ним забиваете стрелку Александру Емельяненко на 27 ноября. А насколько это правда? Насколько он может вообще представлять интересы, забивать стрелки совместно с вами? Да вопрос-то не Владимир, а вопрос к Саше. Готов он? Нет. Когда он пройдет, он уже должен был пройти медкомиссию, подписать контракт, то есть приезжал уже в федерацию, но так и Саша, как всегда, медкомиссию не прошел, контракт не подписал, только поговорили, обсудили, дал согласие добро, вот Азамат его менеджер. Но пока вот Саша набирает форму, готовится, когда будет готов, он скажет, выйдет, я так думаю, против меня. Пока он еще, я так думаю, Азамат думает, что он не в той кондиции, чтобы Сашу выпускать против меня, и пока Саша контракт еще не подписал. Но готовится против меня, я думаю, в этом году или уже в следующем, но в начале следующего года бой состоится. А вы сказали, не прошел медкомиссию, что это значит? Ну, нет, изначально были, до боя с Артемом Тарасовым уже велись переговоры, вот Азамат приезжал, как бы, Саша уже должен был приехать на подписание контракта, пройти медкомиссию в федерации бокса, и как бы Саша ничего не прошел, медкомиссию на контракт, на подписание еще не приехал, вот провел пока бой с Тарасовым, у него там еще каких-то там три или четыре легких боя, он подписал контракты, и пока от меня Саша еще гасится, бегает. Ну, я думаю, пускай наберет форму, потому что с перепоя тяжело выйти, он долго пил, но восстанавливается Саша быстро, как бы, посмотрим, я думаю, будет хороший бой. А вам кажется, он сейчас не готов к бою с вами? Вот прямо сейчас, в своей сегодняшней форме? Ну, в своей сегодняшней форме, я думаю, бой бы закончился за один раунд. Ты сейчас подрался в перчатках для ММА, до этого дрался в перчатках по боксу, вот если поговорить про бой с Емельяненко, в чем бы ты выбрал, ну, чтобы проходил поединок, в чем тебе удобнее? Да, вообще без разницы, хоть по бирменским правилам, с Сашей, вот только с Сашей и можно. Бинты, клей, морская гайка и вперед, круг из горящих колев, как в древности. Хорошее урегулирование нашего спора, конфликта, который с 2009 года тянется. А вот ты видел то видео, которое выставил Азамат, ну и сам Александр Емеляненко, где его приводят в чувства, где он еле поднимается с кровати и так далее. Что ты испытал, когда смотрел это видео? Не, не видел, но я как бы слышал, что он сказал, что все хуевое. Я в этом пару каких-то его интервью, где он с перепоя видел, что-то говорил, ну так, буквально мельком. Ну, понятное дело, бухло это зло, до добра не доводит. А вот так считаете, а Александр его можно похвалить за то, что он после такого состояния смог выйти в клетку и провести бой? Не, ну молодец, как бы взялся в руки, перестал бухать, начал тренироваться, набирает форму. Молодец. Я бы на его еще за месте сжег бы все алкогольные заводы, чтобы опять не вернулся в это пекло. Все-таки лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником. Вот нынешний Вячеслав Дацик, он сильнее того, который был, допустим, в начале этого века? Да нет, ну я 13 лет в тюрьме, да, конечно, моральная закалка, это, конечно, у меня как надо, но она и всегда была. Ну, в молодости здоровье было и керосином просто дышал. Сейчас все это восстанавливать надо. И на восстановление времени больше уходит, как бы, после тренировок. Это в молодости мог там сутками бегать, тренироваться, неделю не спать и выходить на бой с температурой 39 и там восьмерку за вечер проводить. Как бы, сейчас уже так проблематично. Сейчас тоже вот на бой, как бы, выходил, температура была 37, там с копейками. Ну, как бы, по барабану, все в порядке. Но это пока что ваш самый успешный год во всей карьере. То есть, 4 победы и 0 поражений. Мне кажется, такого у вас еще никогда не было, на самом деле. Да нет. Да мы раньше бои проводили восьмерки, пятница, суббота, воскресенье в тундре. И раз месяц, бои были в конте. Вот это были бои. А это, ну так, просто раньше камер не было. Слав, ты вчера говорил, что Саша Динамит у тебя поставил деньги. Сколько он заработал? А я еще не знаю. Еще он на таксофон не выходил, не звонил. Слав, перед тобой дрался Павел Шульский в главном бою. Он интересен тебе как соперник? Зачем нам со своими биться? Надо бить врагов. Александр Емельяненко получается? А это враг. У нас личные разборки. А если не Александр Емельяненко, то кто тогда еще? Кто вам интересен реально? Да без разницы. Кого даже того и будут бить. Пока не знаю. Это не ко мне вопрос. Вот мой менеджер. У него и спрашиваете. А когда хотелось бы провести следующий бой? Да хоть сейчас. Слава, вот вы говорили, что ваш конфликт с Александром, он начался уже 10 лет назад. Ну прям очень давно. Бойцы. Ну даже 11, по-моему, в 10-м году записывали. А вот вы сейчас, когда смотрите видео, где вы к нему обращаетесь, и там мечи, камин, по-моему, и вы так очень жестко про его татуировки говорите. Вам сейчас не кажется, что вы тогда чуть пережестили? Или вам нравится это видео? Да нет, я все правильно сказал. А в чем я не прав? Заядьте на любую зону, спросите у людей. Вам все ответят. А звезды тучками забивать, ну это вообще некрасиво. Так, а где Леонидов? О, Захар, Захар, иди сюда. Пожалуйста, братан. Слава, одевайте у нас лебеды. Вопрос. Ответь про Сашу, что за что это? И делаю с людьми, которые звезды тучками забивают. Не, на камеру, скажи. Мы просто вон. Да. Ладно, ну все, сорвен, иди сюда. Спасибо. Спасибо.